Альфия Хайдарова В Казахстане поздравляли представители общественности, местные интеллигенции, администрации, депутаты и, конечно же, звезды казахстанской эстрады. Из столицы и Алматы приехали самые известные исполнители, которые подарили гостям праздника незабываемый концерт, посвященный Туркестану. Город станет национальным брендом Казахстана, так считает историк Амантай Джаксылыков. Новый статус даст возможность реализовывать в Туркестане международные культурные программы, уверен он. И вот новый бренд, бренд Туркестан, который включает в себе понятие страна тюрков, а это означает гораздо шире. То есть вся Центральная Азия может сосредоточенно быть в этом городе. Новый бренд, который позволит мировому сообществу узнать поближе Казахстан. А не только с материальной стороны, не только современной архитектуры, а именно средневековой архитектурой. В Жамбыловской области по итогам проведения первого дня единого национального тестирования две выпускницы школ набрали по 136 баллов. Эти показатели самые лучшие в регионе. Высокие баллы на ЕНТ получили Аружан Махсутбеказа из Моинкумского района и Улдана Абилова из Тараза. Улдана является выпускницей школы гимназии номер 12. К важному экзамену обладательница знака Алтенбельге готовилась основательно. На пробном тестировании девушка набрала свыше 130 баллов. Теперь будущая студентка мечтает поступить на финансиста в один из вузов Астаны. Отметим, что в области действуют 10 пунктов сдачи ЕНТ. Всего в тестировании примут участие более 6000 выпускников. По результатам первого дня средний балл ЕНТ в регионе 87. А завершится тестирование 25 июня. Если сравнить по стране, это показатель выше среднего. Была традиционная апелляция. 10 человек подали заявление, 8 республиканская апелляционная комиссия удовлетворила. Это тоже хороший результат. Все условия для того, чтобы выпускники школ успешно сдали ЕНТ на базе университета созданной. Работает две комиссии. У каждой комиссии свои функциональные обязанности. С сентября начала готовиться. До вечера готовилась в школе с учителями. После ходила дополнительно. Сложные были, но я в конце все-таки смогла все решить. Но все вопросы были знакомые, потому что я учила. Жители семьи, пострадавшие от паводка, отмечают новоселье. Ключи от долгожданных квартир первым двум семьям Аким города Ермак Салимов вручил лично. Среди новоселов супруги Жумадиловы и семья Зайкеновых. Их дома комиссия признала непригодными для дальнейшего проживания. Квартиры им предоставили в новом многоэтажке. В ближайшее время жильем обеспечат еще семь семей. Всего для приобретения квартир из республиканского бюджета выделено около 60 миллионов тенге. Напомню, в конце марта из-за резкого повышения уровня воды на РТШ затопленными оказались два жилых района и дачный массив. В результате стихии девять жилых строений признаны аварийными и подлежат сносу. А в 205 домах ведется ремонт. Квартира двухкомнатная и очень уютная. Хочу всем сказать спасибо. У нас теперь есть все условия для жизни. Вода в доме, да и печь теперь не надо топить. Южная Корея и КНДР договорились о дате воссоединения разделенных войной семей. Оно состоится в середине августа. По сообщениям Южнокорейского министерства по делам национального объединения, во встречах с обеих сторон примут участие порядка 200 человек. Такое решение приняли представители Севера и Юга на переговорах Южной Кореи. Они стали продолжением соглашения, принятого Мунджиином и Ким Чанином в апреле этого года, одним из пунктов которого как раз было объединение родственников. Подобные трогательные моменты случались время от времени, но в последний раз встречу организовывали три года назад. Они прекратились из-за ухудшения отношений между соседями. Депутаты Казахстана выступят в качестве наблюдателей на президентских и парламентских выборах в Турции, которые пройдут завтра, 24 июня. Об этом сообщает наш собственный корреспондент в Турции Ержан Ажженес. Казахстанские парламентарии будут следить за прозрачностью избирательного процесса в составе миссии ОБСЕ и парламентской ассамблеи тюркоязычных стран. Депутаты уверены, что выборы в Турции пройдут в соответствии с международными стандартами. Казахстан является активным членом работы в международных организациях. Группа казахстанских парламентариев в составе миссии ОБСЕ прибыла в Турцию, город Анкара, для ведения наблюдения за прохождением президентских выборов. Это первые выборы, которые пройдут в Турецкой республике после проведенных политических реформ. Поэтому мы надеемся, что они будут честными, транспарентными и открытыми, которые будут соответствовать и международным требованиям, и требованиям, прежде всего, турецкого законодательства. Беларуси почтили память погибших о Великой Отечественной войне. Ровно 77 лет назад фашистские захватчики атаковали Брестскую крепость. С этого момента, по сути, началось суровое противостояние советского народа против фашизма. Наряду с белорусами, русскими, украинцами первые дни войны встретили и наши соотечественники. Дабы почтить память предков, в Беларусь приехали семьи погибших воинов, чтобы спустя десятилетия увидеть, как сражались за победу их деды. Историки смогли реконструировать события 22 июня 1941 года, детально и поминутно воссоздав атаку советских границ. Побывал у Брестской крепости наш корреспондент Максим Жишко. Реконструкция событий начала Великой Отечественной войны проходит в Бресте каждый год, для того, чтобы почтить память всех защитников Брестской крепости, независимо от их национальности. И в Казахстане помнят своих героев, тех, кто отдал жизнь ради того, чтобы дома жили. Как и 70 лет назад, покой Бреста был нарушен в 4 часа утра. Фашисты открыли по крепости ураганный артиллерийский огонь, составший гарнизон врасплох. В считанные минуты были уничтожены склады, поврежден водопровод, прервана связь. После чего захватчики пошли на штурм. Гитлер отводил на захват крепости всего 8 часов. Однако советские солдаты уже в первые дни войны сорвали планы вермахта. Держава оборону больше месяца. На тот момент в крепости находилось около 8 тысяч военнослужащих, более чем 30 национальностей. История героической обороны советских рубежей известна всем. Но далеко не каждый знает о подвиге красноармейца из казахстанского села Касагаш, Нурмаганбета Улыкбаева. Этот случай является первым документально подтвержденным случаем подрыва танка фашистов именно воином казахской национальности. То есть это был, естественно, боец Красной армии, Советской армии, гражданин Советского Союза, но он был родом из Казахстана и по национальности был, соответственно, казахом. Конечно, это вызвало определенный интерес. Тимур Камашев провел большое журналистское расследование и не только выяснил имя героя, но и отыскал родственников погибшего солдата. Близкие Улыкбаева долгие годы считали его пропавшим без вести. Но сегодня, в день памяти защитников крепости, они впервые приехали на могилу своего предка и героя. Их всего было два брата, наш отец и он. И отец все, ну, до самой смерти хотел увидеть, узнать, где он похоронен. Хотел приехать, но не получилось. И мы решили, если отец этого не смог, это мечта отца, мы хотели, мы сошли своим долгом осуществить мечту. Отца в первую очередь, а во вторую очередь поклониться праху своего дяди, привезти гор с земли, как это принято, с родной земли. И мне кажется, это наш человеческий долг. Семья солдата, по традиции, привезла на место гибели Нурмаганбета гор с земли, с родины героя. Взамен же близкие Улыкбаева увезут домой землю, на которой погиб солдат, защищая советские границы. Таким образом, память в этой семье о своем героическом предке останется надолго. Чтобы обессмертить имя Нурмаганбета, журналисту Тимуру Камашеву понадобилось 7 лет. Годы кропотливой работы явно не прошли напрасно. Память о настоящем человеке, солдате Улыкбаеве, не пропала. Нам сегодня приятно, что и родственники приехали к нам на Брестскую землю в День памяти, скорби. Поклонились, возложили цвет венок, привезли землю Саула, где он жил. Мы всегда будем рады видеть и старшие, и вот подрастают уже внучатые племянники. Пусть приезжают на эту землю поклоняться еще много-много раз своему предку. Память о героях, первыми увидевшими ужас той войны, главная цель сегодняшней реконструкции. Вне обороны крепости наряду с Улыкбаевым погибли около двух тысяч солдат. Более семи тысяч были угнаны в лагеря. Прошедшие спустя 77 лет бои должны наглядно показать современникам, какой ценой наши деды подарили русским и украинцам, белорусам и казахстанцам эту победу. Максим Жешко, Дмитрий Лукша и Дмитрий Хрущ, Хабар 24, Брест, Беларусь. Торжественный парад музыкантов из Казахстана, России и Китая прошел на площади у монумента Байтирек. В рамках ежегодного фестиваля военных оркестров Аскири Керней творческие коллективы исполнили песни самых разных жанров. Отмечу, фестиваль военных оркестров – знаковое культурное событие, которое проходит уже седьмой год подряд. На этот раз его приурочили к 20-летию столицы. Каждый год проходит за обеспечением непосредственно нашей национальной гвардии, которая является инициатором этого фестиваля и является единственным фестивалем своего рода в нашей республике. Наша национальная гвардия, получается, сотрудничает с Российской, с Росгвардией и с Гвардией Китайской Народной Республики. Отталкивается от этого, но каких-то рамок, ограничений здесь, конечно, нет. Все желающие могут принять участие. В Актау даренные дети встретились с бизнесменами и известными людьми Мангостау в рамках мероприятия под названием «От победы к успеху». Они рассказали ребятам свои истории профессионального становления и поделились формулой успеха в жизни. Старшеклассникам, призерам республиканских и международных олимпиад, конкурсов, научных проектов и творческих состязаний вручили в подарок нетбук. В свою очередь ребята продемонстрировали свои научные работы, а также авторские проекты, приносящие им хороший доход. Организаторы уверены, такие встречи будут стимулировать детей на большие достижения, как в интеллектуальной, так и в творческой сфере. Я привезла свои работы по войлочному искусству. В моем маленьком коллективе трудятся школьники, создают разные картины, бижутерию из натуральных материалов. В соцсетях мы устраиваем ярмарки и так зарабатываем капитал. Недавно в области прошел бизнес-лагерь. 150 детей обучались основам предпринимательства у тренеров международного уровня. Многие ребята получили возможность реализовать свои идеи. К примеру, проект оздоровительного центра «Айракты», созданный учениками Мангастауского района, уже получил одобрение местных властей. Петропавловский в честь Дня казахстанской полиции, который ежегодно празднует сегодня, прошел торжественный марш. По главной площади города под звуки оркестра прошагали больше семи сотен офицеров и сержантов полиции. Участие в параде приняли стражи порядка, за плечами которых много лет служба в органах внутренних дел. И те, кто только начинает свой профессиональный путь – молодые военнослужащие, ровесники столицы. В честь Дня казахстанской полиции лучшие сотрудники получили награды и очередные звания. Надо твердо работать, не считая силы и времени. Всегда надо, как говорится, рано утром уходишь, поздно ночью с работы выворачиваешься, когда дети дома ждут. Всех сегодня получаю подполковника. Всем вот так, чтобы достигали, досрочно звание получали, чтобы росли все по карьерной лестнице. Лишь бы, как говорится, твой личный состав верен, чтобы тебя не подводил и всегда стояли на страже порядка. В Саранске самые преданные футбольные болельщики могут купить мяч, украшенный десятью тысячами кристаллами Саваровски. Изготовила его местная фабрика, которая решила к чемпионату мира по футболу придумать что-то максимально оригинальное. Стоит необычный сувенир почти две тысячи долларов, то есть около семисот тысяч тенге. Всего фабрика изготовила 11 сувенирных футбольных атрибутов, в том числе золотые и малахитовые. Сейчас в магазине осталось всего четыре. Если их продать не удастся, то их передадут в музей, говорит директор сувенирной лавки. Добавлю, в Саранске пройдут еще два матча чемпионата мира Иран-Португалия 25 июня и Панама-Тунис 28 июня. Накануне на чемпионате мира в России сборная Швейцарии обыграла команду Сербии в матче группового этапа чемпионата мира со счетом 2-1. Команда Бразилии сумела забить два гола сборной Коста-Рики, счет 2-0. К данному часу у нас пока все. Спасибо за внимание и до скорой встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok